Здравствуйте! В эфире свежий выпуск новостей корпорации. О самом важном и интересном уже через мгновение. Но сначала коротко о главном. Новый узел. Смотрим, как идут последние приготовления к запуску. Новый скилл. Сотрудники корпорации становятся бизнес-тренерами. И будущее уже здесь. В СМПУ АВИСМА поддержало создание детского технопарка. И сейчас обо всем в деталях и подробностях. В металлургическом цехе АВИСМА запустили в работу обновленный узел смешения технологической нитки номер 2. Это финишный этап в получении титановой губки. Наша съемочная группа подсмотрела последние приготовления к запуску узла. Еще несколько штрихов и пуск. Новенький конвейер будет доставлять раздробленный материал к новенькой четырехэтажной установке, где выйдет в цвет первоклассная титановая губка. Современный мир требует ускорения. Теперь этот процесс будет заметно быстрее. У нас здесь находился приемок, где мы использовали для сдачи партии кубеля объемом 3,5 тонны. И чтобы нам исключить лишние операции, мы от них избавляемся. То есть здесь сейчас напрямую партия будет сдаваться в контейнера, ссыпаться. Обновляемся, модернизируем, прогресс не стоит на месте. Удобнее теперь будет работать здесь и персоналу. Расположение и оборудование рабочих мест стало грамотнее с точки зрения комфорта. Даже площадки на этажах стали шире. В остальном установка и оборудование аналогично предыдущим, только абсолютно новые, а значит более надежные. Не изменилась и конфигурация конвейера. Угол наклона, скорость – все будет работать как раньше. Самое объемное у нас – это был демонтаж узла смешения, ну а последующий – потом монтаж его. Очень большой объем металлоконструкции. Надо было сначала демонтировать, а потом обратно смонтировать. Многотонные конструкции заменили в достаточно короткие сроки. Почти месяц новая установка при правильном и бережном обслуживании проработает лет 20, не меньше. И это только первый этап реконструкции технологической нитки номер 2. Начали с конечной стадии. К весне планируется подвинуться к середине процесса и приступить ко второму этапу – замене четвертого и шестого конвейеров. Параллельно сейчас готовится площадка для строительства нового пресса. Но об этом расскажем чуть позже. На базе отдыха «Тирус» будущие бизнес-тренеры проходят двухнедельное обучение. Какие навыки наши сотрудники освоили за этот курс – сейчас расскажем. Как найти подход к собеседнику в самых сложных ситуациях? Как добиться его расположения и выйти на продуктивный диалог? Именно этому на курсе «Навыки работы в команде» учатся бизнес-тренеры в СМПО. Мы говорим про навыки работы в команде, про то, как эффективно взаимодействовать, про то, как качественно доносить мысли, идеи, про то, как важно делиться информацией. Про шесть навыков работы в команде, которые необходимы любому молодому специалисту, который трудоустроился на ВСМПО. Работа в команде – это достаточно серьезный, кропотливый труд, который требует огромной энергии, внимания. Для молодых специалистов мы будем, в первую очередь, передавать навык работы в команде, который им пригодится в дальнейшей своей работе. После курса уже опытные 18 бизнес-тренеров передадут полученные знания молодым специалистам программы «Взлети». Обучение навыкам работы в команде пройдет на корпоративной базе «Тирус» на следующей неделе. В Березниках открылось современное пространство дополнительного образования детский технопарк «Кванториум». Одно из современных направлений поддержала ВСМПО «Ависма». Когда-то виртуальная реальность казалась фантастикой. Сегодня она уверенно вливается в жизнь реальную и раскрывает множество возможностей в любой сфере. Девятиклассник Лев Михайлов увлекся этим современным направлением год назад. Для того, чтобы стать успешным человеком в нынешнем мире, выбрал путь полезных технологий. Мне нравится познавать что-то новое. VR как-то новое вливается в нашу жизнь. И можно обучаться с помощью него. И опять же изучать что-то новое. Ты можешь побывать во всех музеях мира, допустим, побывать в любой точке мира. Можно хоть космос покорить, но для этого сначала нужно запрограммировать космические просторы. Партнером создания «Квантума VR-AR» стала ВСМПО «Ависма». Дети сами будут создавать программы для виртуальной и дополненной реальности на новых компьютерах. Самостоятельно работать с новыми камерами панорамной фото- и видеосъемки. В течение года ребята научатся создавать собственные виртуальные экскурсии с помощью вот такой камеры 360. VR активно внедряется в производство и обучение, так что сотрудничество АВИСмы с «Кванториумом» будет тесным и плодотворным. Творческий потенциал и мышление по новым техническим стандартам развивает и другое современное направление – 3D-моделирование. Здесь дети приобретают навыки проектирования и конструирования. Егор занимается 3D-моделированием около трех лет. Сейчас работает над своим самым масштабным проектом. Космический корабль, на котором работал около полугода. Получается, при распечатке он должен был быть размера примерно длину ноутбука. Егору, неоднократному победителю и призеру городских, краевых и даже всероссийских конкурсов, выпало почетное право перерезать красную ленту в честь открытия «Кванториума» вместе с представителями администрации города и партнерами. Новые методики, проекты, обмен опытом – все это позволит сформировать у подрастающего поколения компетенции, знания, навыки, востребованные современными предприятиями. Выпускники «Кванториума» – это наш будущий кадровый резерв. Планируется привлечь к научно-техническому творчеству около 400 березняковских детей от 12 до 18 лет. Они будут изучать перспективные инженерные направления, проектную деятельность, программирование, 3D-моделирование, графический дизайн, разработку приложений, робототехнику. И к городским новостям. Во время традиционного рейда глава округа вместе с представителями администрации и Верхнесалдинской думы прошелся по молодежному поселку. Какие вопросы интересовали жители этого микрорайона – в нашем репортаже. Пейзаж на контрасте. Среди ярких, капитально отремонтированных домов молодежного поселка деревянные развалины выглядят угнетающе. Когда-то эти сараи служили своим хозяевам. В них хранили заготовки на зиму, вещи и даже дрова для печей. Но вот уже несколько десятилетий они заброшены. То есть они очень сильно захламлены. В случае, имеют высокую пожарную нагрузку, в случае тушения пожара, это затруднит работы по ликвидации пожара. Более того, в связи с тем, что открытый доступ, спокойно могут попасть дети, получить травмы. Жители соседних домов обратились в администрацию с просьбой решить многолетнюю проблему. Ликвидировать излюбленное место бродячих собак, а в летний период – и сборище асоциальных элементов. Сегодня мы с коллегами из администрации вышли, посмотрели, убедились в том, что эти сараи непригодны. Жители это подтверждают. Сейчас посмотрим по проекту организации работы, разработанный проект организации работы, и приступим к сносу всех жителей, у которых осталось имущество. В этих помещениях просьба это имущество прибрать, убрать. Объявление соответствующее будет расклеено. Пользуясь случаем, активисты молодежного поселка озвучили главе округа и председателю городской думы и другие насущные проблемы микрорайона. Плачевное состояние внутриквартальных дорог, отсутствие мест отдыха для детей. Все вопросы представители администрации зафиксировали и будут искать пути решения. Верхнесалдинская детская школа искусств продолжает реализацию проекта «Ты где в Салде», который этим летом выиграл грант президента Российской Федерации. Тематические прогулки по городу провели сотрудники школы и Верхнесалдинского краеведческого музея. Мемориал в парке труда и победы, память некратным подвигам заводчан, негласный символ города, девочка с ласточками. Эти и другие объекты делают образ Верхнесалды отличным от других городов. Их автором является скульптор Леонид Неверов. С творчеством знаменитого земляка и событиями его жизни салдинские школьники смогли познакомиться на тематических экскурсиях. Для юных горожан их организовали Верхнесалдинская детская школа искусств и городской краеведческий музей. Не запомнилось то, что родом он из села Ромашево, то, что он создал несколько памятников для Верхнесалды. Экскурсии под названием «Неверовская тропа» прошли в рамках проекта «Ты где в Салде». Верхнесалдинское дыши реализует его на средства гранта президента Российской Федерации. Школьники увидели барельефы, выполненные Неверовым, которые украшают залы школы искусств, репродукции его произведений и наиболее известные работы скульптора. Но кроме этого еще очень много других работ, которые выполнил Леонид Ефимович. Кстати говоря, и за рубежом есть его работы, тоже не помнят. Об этом тоже надо рассказывать, напоминать. И памятник Евстигнееву в Тихоновке, и на Байконуре у него есть работы. Есть мемориальная плита в Екатеринбурге. Когда у Леонида Неверова появился интерес к искусству? Какая скульптура стала его первой работой? Из какого материала любил творить мастер? Об этом и многом другом узнали салдинские школьники, прогулявшись по Неверовской тропе. Пока это все новости. Далее в эфире прогноз погоды, а я с вами прощаюсь. Для всех сотрудников ВСМПО «Ависма» действует телефон горячей линии генерального директора. Чтобы задать свой вопрос, звоните по номеру 8-909-00-75-57. Горячая линия работает ежедневно с 8 утра до 5 вечера. На корпоративном портале реализован сервис просмотра своих отпусков, а также отпусков подчиненных сотрудников. Для доступа к сервису перейдите на свою личную страницу, а затем выберите пункт «График отпусков». На графике представлены все запланированные вами дни отпуска на текущий год. Вы можете переключаться на отображение по дням и по месяцам для удобства. Руководителям подразделений доступна возможность просматривать данные по своим подчиненным. С помощью элементов управления доступно переключение между отделами. Для поиска конкретного сотрудника в списке выберите отдел и введите его фамилию в строке поиска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова